Друзья, всех приветствую! Хочу вот какой вопрос осветить, почему я не делаю здесь стационарный полив. Я хотел раньше сделать здесь стационарный полив из металлопластиковой трубы с отверстиями, чтобы внешний подвод воды какой-то отсюда, скорее всего. И при включении машины он тут автоматически включался. Нужно было здесь, наверное, ставить какой-то электромагнитный клапан, запараллелить его с включателем, чтобы это все было в автомате. Либо, если не так, то нужно было бы открывать сначала краном воду, вода бы расходовалась непонятно какое время просто так, включил машинку, закинул, она покрутилась, курица вытащила, значит, выключил машинку, закрыл кран. Но, понимаете, лишнее телодвижение, это, во-первых, неудобно, во-вторых, это лишняя трата денег и времени. Поэтому я понял так, что для меня это неудобно. Я вот использую такую леечку, значит, у меня вот она работает, сейчас покажу, вот на таком режиме, распыляя мелкодисперсную воду. Мне кажется, это более экономично и более эффективно. И тем более, что птица у меня после заброса вращается на сухую какое-то время, там, не знаю, секунд, может быть, 3-4, а потом только я начинаю уже ее поливать. Птицу я сейчас кручу до 10-14, считаю, смотрю по ней, это еще зависит от температуры ашпарки. Если температура была повыше, я кручу 10 секунд, да, грубо говоря. Если пониже, 14 секунд кручу, ну, до 15 сейчас кручу по 2 штуки. Вот, еще, значит, такой момент, вот эта вот стационарная поливалка, она добавляет нам геморроя, вот, в зимний период времени, соответственно, да. Если у вас, вот как у меня стоит в таком помещении перосъемка, вам нужно будет продувать все это дело, это неудобно, это неэффективно, все равно где-то вода останется замерзнет. Короче, это геморрой будет. Всю воду вы не удалите, потому что у вас отверстия будут просверлены на каком-то возвышении, да, относительно дна этой трубки, то есть, ну, короче, зимой это, мне кажется, вообще не рабочий вариант. Вот, и еще такой момент, она не имеет смысла, по большому счету, это стационарная поливалка, по той причине, что вам все равно вот такие места, вот, видите, перо скапливается. Это я сейчас помыл, вот так вот скапливается перо по всему диаметру барабана, периметру. Вот, и вам периодически, после там, скажем, 8 штук ощипанных перосъемки, нужно переключать лейку вот на такой режим, вот на такой вот режим. И все эти места, в превращающемся барабане, вот так вот пробивать и смывать перо. Никакая стационарная лейка не сможет удалить перо, вам все равно придется делать это вот таким напором. Ну, тогда возникает вопрос, и нафиг она нужна, как бы, вот. Поэтому я ее делать не буду. Единственное, что я хочу здесь сделать, это перенести кнопки, вот эти вот. Эти кнопки хочу перенести куда-нибудь на стену, вот, куда-нибудь сюда, потому как на них, на эти кнопки попадает вода. И вот, допустим, сегодня, придя сюда утром, там, минус 9 было, я пытался включить, и у меня они замерзли просто-напросто. Мне пришлось отогревать их с этой стороны кипятком, а с той стороны, с той стороны я отогревал аккуратненько горелкой на расстоянии. Вот, так что, такие вот изменения просятся. И надо, конечно, бы ее заземлить. Я не заземлил до сих пор. Это, конечно, техника безопасности нарушена. Но я надеюсь на дифавтомат. Ну, знаете как, на дифавтомат надейся, а заземление сделай. Вот, так что, что касается стационарной поливалки. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, что эта информация была вам полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok